Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня, наконец-то, домашний влог. Я знаю, ребят, что я давно вам обещала снять влог, и я, правда, я честно раза четыре снимала влоги, и потом начинала это всё монтировать, а потом я смотрела, и мне всё не нравилось, и я удаляла, и думала, что неинтересно, либо я как-то плохо вышла и совсем себе не нравилось, и я всё удаляла. Наверное, меня действует так жара, потому что у нас в городе просто какая-то аномальная жара, а я человек, который просто ненавидит наше лето, в регионе я ненавижу наше лето. Я не могу ничего одеть, потому что я сразу вся мокрая, липкая, и меня это раздражает. Я не могу накраситься, потому что с меня всё стекает, я не могу сделать прическу, даже косу заблести, потому что у меня под косой сразу всё мокро. И у нас дома настолько жарко, у нас нет кондиционера, вот сегодня нам должны были приехать поставить кондиционер, но позвонили и сказали, что не успеваю, давайте перенесём на завтра. У нас дома настолько жарко в нашей комнатке, что просто как в сауне, пока ты сидишь под вентилятором, но ещё более-менее, как только ты встаёшь и пройдёшь несколько шагов, что-то поделаешь, там берёшь вещи, вытришь пыль, ты сразу вся мокрая, и можно сразу отправляться в душ, какая-то мушка тут летает. Сегодня у меня папа дежурит, мама тоже ушла, отвела Русланчика на занятия, и у неё здесь есть кондиционер, и я вот здесь сейчас сняла хоть видео совместное с девочкой, которую уже давно должна была выложить. Ну, как обычно, здесь приличный вид сверху, а внизу у меня мой домашний сарафан. Вот я разложила всю косметику и снимала сегодня напротив окна. Давайте я немножечко поделюсь с вами новостями, что у меня произошло. В принципе, ничего особенного, только Русланчик наш пошёл в бассейн, и до 6-го числа он, наверное, доходит в свои занятия, и я больше его не отправлю до сентября, потому что он уже устал, он уже уроки несколько дней не делал совершенно, то есть не хочет, он уже устал очень сильно учиться. В бассейн он ходит два раза в неделю, правда, недавно мы побывали на море, у меня руки были красные, я не помазала руки, и руки у меня сгорели. На камере этой не видно ничего, ну и краснота, в принципе, уже ушла. Вот, и один раз он сходил на море, причём мы ходили в самую жарищу, и чтобы он не заболел, потому что он после моря у нас всегда болел. В прошлом летом два раза был на море, и после каждого раза он сильно болел. На этот раз он пошли в самую жару, чтобы обезопасить его от каких-то ветерков прохладных, и в этот же день у него поднялась температура 39. Плюс ещё такое напастье случилось, его укусила мошка вот сюда, и у него вообще аллергия от всех этих укусов, то есть когда его кусает комара, у обычного человека небольшой такой волдырь, у него же бывает вот такая вот шишара, особенно если он начнёт чесать, вот такие вот огромные шишары у него на ногах бывают, и представьте, мошка укусила его сюда, и я когда заметила, у него уже стал глаз отекать, у него отёк глаз, как будто ему просто дали в глаз, он так испугался, я начала холодное прикладывать, дала от аллергии, в общем, всё обошлось, потихоньку начала опухоль спадать, он заснул, потому что у него была температура, тоже выпила температуру лекарства, и представляете, девчонки, просто это был день 33 несчастья, он спал на этом боку, да, где я прикладывала лёд, и я подошла к нему и смотрю, что мошка укусила его в двух местах, вот здесь и здесь, то есть я вообще была в шоке, была такая злая, причём там его укусила у бабушки, мы пришли к другой бабушке, и эта мошка укусила его здесь, хорошо, что я сразу это заметила, я побежала скорее, у нас есть такой небольшой роликовый гель какой-то, который после укусов комаров я на себе испробовала, помазала, но не будет ли щипать глаза, ничего не щипала, и я начала ему здесь мазать, мазать, и опухоли не было, потому что от первого укуса у него прям сильный отёк был, так надулся глаз, вот такие вот будни мамы, насчёт бассейна ему очень нравится ходить в бассейн, он ходит в детский бассейн, там ещё ходит его знакомая девочка, вот они вдвоём, пять с ментом получается, и взрослые туда не ходят, только дети. Вот такие вот у нас девчонки новости, муж мой тоже сейчас работает вне города, поэтому я целыми днями дома одна, скучаю, приезжает он где-то раз в две недели, раз в неделю сначала приезжал, потом раз в две недели, и должен вот завтра приехать, чтобы пришли мастера, поставили кондиционер. А, произошла со мной такая забавная история, однажды мне девочки в один день, очень много девочек сразу моих подписчиц, стали присылать в личку ВКонтакте ссылку на разные группы, и писали мне, посмотри, Карина, что мы нашли. Причём ссылки были с разных групп, и групп достаточно популярных, посвящённых различному здоровому образу питания, фитнесу и так далее, тому подобное. Когда я зашла, я увидела свою фотографию, фотографию с аватарки о видео, как похудела я на 20 кг после родов, но дело не в моей фотографии, мне на самом деле не жалко, пожалуйста, вставляйте мои фотографии, но к этой фотографии был прикреплён пост, то есть такая мини-статья, якобы моя история о том, как я похудела. Естественно, эта история была просто фальшивая, и она на самом деле рекламировала какой-то блог печатной девушки, которая, как она говорит, помогает похудеть, и якобы она помогла похудеть мне. Причём история была в духе всяких пенсионерок и домохозяек, которые смотрят мыльные оперы, рассказываясь там о том, что меня бросил муж, когда у меня был грудной ребёнок, из-за моего жира, из-за того, что я толстая, в общем, он меня так и назвал, что я жирная, и я возненавидела себя, и заедала стресс плюшками, а потом поняла, что козёл пошёл, он, короче, на три буквы, я буду себя приводить в порядок, но у меня денег не было, у меня ничего не было, и вдруг мне кто-то посоветовал вот этот вот блог Марины, и, в общем, только благодаря ей я похудела. По первой ссылке я прошла, написала администратору, что такое, почему вы используете мою фотографию, они извинились и заменили мою фотографию на какую-то другую фотографию. Потом я писала в несколько других групп, на что меня просто проигнорили, ну, естественно, никто ничего не стал убирать, и я просто на это забила. Почему я хотела вам это всё рассказать, девчонки? К тому, что моя мама и очень-очень многие другие люди верят всему, что написано в интернете, и однажды моя мама тоже увидела какой-то там пост, кто-то поставил класс в одноклассниках, и тоже там было до и после, якобы там какой-то диск с 25-м кадром, вот ты его смотри, и будешь такой вот стройный, только это мне и помогло, никаких диет, вообще, ну как, знаете, наши люди, они хотят всё быстренько, чтобы при этом кушать колбаску с булками на ночь и худеть. Посмотрел какой-то диск, да, просто посмотрел диск и худеет. Мама заказала этот диск, он стоил 3 тысячи или 3,5 тысячи рублей, и когда я узнала, я говорю, мам, ты чё, не задумай его выкупать. А хорошо, что она его заказала наложенным платежом, то есть можно просто не выкупать посылку. Я говорю, ты понимаешь, мам, что могут просто взять любую фотографию с интернета, кто реально худел спортом, правильным питанием, каким-то нагрузками, ещё чем-то, кто реально очень трудился для того, чтобы сбросить такой вес, взять любую фотографию, вставить, написать красивую историю и впихивать в свой товар любые там таблетки, какие-то примочки, порошки. И я часто встречаю такие рекламы, и причём уже и блогеров туда задействовали, ну, без их согласия, естественно. Женю Гейн я видела, мисс Анж видела. У Жени Гейн вообще такая была история, что там она, по-моему, скрабирует лицо, и надпись такая, что хочешь выглядеть 45 на 25, смотри как, типа кликай сюда, типа Жене 45, а она выглядит на 25, потому что там каким-то кофе себе лицо скрабирует. Ну, конечно же, это просто бред, и так же впихивают там какой-то свой товар. Я уже очень прокладалась, пойду посмотрю, что тут есть у нас поесть. У Момы ничего нет, ну, поищу что-нибудь. Можно камеру в холодильник поставить? Она не замёрзнет? Камера в холодильнике, по-моему, такого ещё никто не делал. Надеюсь, она не замёрзнет. Сейчас буду есть банан, и у меня были батончики мёсы. У меня тут осталось два батончика мюсли с малином, со вкусом малины. Кстати, вот эти батончики вкусные. И я, наверное, попью чай или кофе с этими батончиками. Кстати, девчонки, хочу купить весы. Боюсь взвешиваться. Я, наверное, сейчас вешу где-то 55 килограмм. Хоть бы не больше, да. Хочу немножечко прийти в свой любимый вес. Вес — это 49-50 килограмм. Так что, наверное, увидимся утром и будем взвешиваться. КОНЕЦ Мы с Руслашкой проводили нашего папу. И вот пришли домой. И дома теперь у нас прохладно и хорошо, потому что у нас теперь есть кондиционер. Сейчас я вам покажу. Над занавеской теперь он у нас стоит. Купили самый дешёвый. В принципе, у нас комнатка маленькая, и его вполне хватает. Полчаса походили по жаре, и у меня уже вообще всё течёт. Вся косметика. Хотя я не собиралась краситься, но решила потестировать некоторые продукты новые, которые я купила после того, как вышла видео о покупках косметических. Купила ещё одну палетку от Пупа. И очень красивый хайлайт. Девочки мне написали, попросили снять отдельное видео про всю мою косметику Пупы. Так что, я думаю, новинки вы уже увидите в других косметических видео. Вот мой сыночек любимый. Рёбра торчат у него. Десять рёбер. Десять рёбер? Вообще ничего не ест? Нет, тортики он хорошо ест. А если бы у меня было бы поясин тогда, у меня было бы четырнадцать. Да? Да. Ты уже знаешь. Семь плюс семь четырнадцать. Мы теперь остались только с бабушками. Будем ждать нашего папы, когда он вернётся. И ещё я уже могу делать умножение. Да, девчонки, хотела вам рассказать. Недавно открыла Руслана тетрадь, смотрю, им уже задали умножение. Угу. Причём... И Магомед тоже делает умножение. Я вообще была удивлена, потому что я помню, что мы только в третьем классе проходили умножение. Что-то рановато им задали. Напомню, что Руслан ещё даже не в школе. У нас по точкам. Вот. И я Руслану говорю, Руслан, а вы что, уже умножение проходите? Он такой, да. Я говорю, а ты что, можешь умножать? Я говорю, а что значит вот четыре умножить на пять? Что это значит? Он такой, ну это четыре-пять раз. Четыре-пять раз. Так что у меня тут маленький умник сидит. Без майки. Умник без майки, да. И без шортов. Неправда, шорты есть у тебя. Нет, это трусы. А, да, в трусах, короче. И без носков. Субтитры сделал DimaTorzok